Здравствуйте, дорогие и любимые подписчики моего второго канала. Вот мы с вами увидели... Вот здесь тоже канал? Там видео выходило последнее, вот позавчера, по-моему. То есть даже месяца не прошло. Просто полгодика не было видосов, я как бы отписался, но ладно. Кстати, ай, похуй, в принципе. Значит, по какому поводу мы вас сегодня собрали? Снял я, значит, вчера ролик. Ролик-то я старался делать, всё такое. Ну, думаю, ну, и ролик, скорее всего, однозначно люди не воспримут. И кому-то он не понравится. И кому-то он не понравится. И я не ожидал, что кому-то это почти 8 тысяч человек меньше, чем за 20 часов. Откуда, блядь, 8 тысяч людей, у которых есть Xbox? Если весь, всё, абсолютное комьюнити, СНГ, собрать вместе, да, и сложить их в одну сумму, это не выйдет 8 тысяч человек. Да, как раз таки вот все, наверное, они видосы посмотрят. Как будто я чё-то не то сказал. Как будто Хуан не говно. Как будто X360 никто не прошивал. И как будто Xbox... О, боже мой, сообщения от оператора, ненавижу их рекламу. Типа, поставьте этот милоринг. Вот. И как будто Xbox Original кто-то из вас вообще помнит. Я уверен, многие в этом ролике его впервые увидели. Не, я знал о нём, но тоже из ролика... Ну ты-то знал, ты интеллектуальная элита Белгорода, я говорю про обычных просто людей. Не, я слышал о нём и то из ролика, типа, оказывается, был такой Xbox, который вы не знали. А как можно было о нём вообще что-то помнить? Если тогда был PlayStation 2. Да, тогда не о том была речь. Короче, чувак. Хер с ним, с Xbox 360. Сейчас есть Xbox One. И это приставка нового поколения. Ну, конечно. Да. Да, ладно. Она хочет такое казаться, как и Watch Dogs с убийцей GTA 5. Ну, так вот. В чём проблема? Все, абсолютно, абсолютно все эксклюзивы Xbox'а выходят на копе. Объясните мне, в чём смысл этой консоли? Давайте я вам скажу сразу, зачем я купил PlayStation 4? Ради эксклюзивов и ради высокого онлайна. То есть, высокий онлайн, отсутствие читеров, как бы, и эксклюзивы. На Xbox'е эксклюзивов нет, а высокий онлайн на PlayStation. Объясните, на кой хуй Xbox вообще существует? Он как консоль не имеет права существовать. Не имеет, да. Я не хочу вот эту хуйню называть консолью, в принципе. Объясняю, почему всем так геймпад DualShock не нравится? Геймпад хуановский, он... Да нет, DualShock классный. Эти просто макаки привыкли к этому геймпаду, и так бы ёбутся. Он, по сути, концептуально хуже, чем DualShock. Конкретно DualShock 4 устраивает большинство. DualShock 3, который он не устраивает тем, что... Да, то, что у него всё-таки стики находились слишком близко рядом, и он был слишком лёгкий, и он был маленький. Как-то удивительно, ты сказал, стик, а не сосок. Ты, как правило, говоришь сосок. Да, я всё-таки на ролик думал, ладно, по-человечески, это не стрим. Ну, это неудобно, смотри, объясняю, почему. Сосок на Xbox'овском геймпаде находится сверху крестовины. Чтобы во время игры в Battlefield, я кучу раз на стрим играл, вам надо было бы... Вниз, я знаю, это неудобно. То есть вам надо бросить аптечку, вам надо опускать палец с ходьбы. С ходьбы, то есть вы понимаете? Здесь тоже надо отпускать, но вверх это быстрее сделать. Нет, чувак, во-первых, ты когда идёшь, ты можешь кончиком большого пальца нажать на левую стрелку. Очень быстро и просто. Либо указательным пальцем, я всегда указательным это делаю. Можно указательным. А на хуановском геймпаде ты так не сделаешь, он неудобный. Там нельзя. Вы просто к нему привыкли, и всё. Ладно, ну он удобный, он реально удобный. Я не говорю, что он неудобный, я говорю, что он... Геймпада 360 просто очень удобный. Он концептуально хуже для шутеров, по крайней мере для шутеров. Особенно для файтингов, потому что пристойно говно. Для файтингов, тем более, да. Для файтингов. Хуановский геймпад, он большой слишком, серьёзно. Он не плохой, но для меня он хуже. Вот скажи мне, Серёж, 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 во что мне играть на Xbox? Вот скажи, пожалуйста. Единственная причина оставшаяся, но это не причина, об этом позже, которая осталась вообще, чтобы купить Xbox, это Forza. Но, как мы знаем, Forza говнище. Боже мой! Подожди, подожди. Гран-туризма есть! Нет, подожди, заткнись. Знаешь, почему Forza? Потому что это единственная игра, которая на ПК пока не выходит. Потому что Halo есть на ПК, Halo 1.2 на ПК есть, Gears of Wars 1.2 есть на ПК. Gears of War 4 выходит на ПК, Lara Croft вышла на ПК. Я не понимаю. То есть, ребят, вы сейчас думаете, мы шутим? Вдумайтесь, а нахуя Xbox нужен? Если онлайн это PlayStation 4, если плойка дешевле Xbox, игр там больше... То нет, сейчас Xbox дешевле. Блять, сука, вот если фанат Xbox смотрит этот ролик, вот который поставит дизлайк этому видео, я тебя умоляю. Пожалуйста, напиши, какая есть игра на Xbox, ради которой его стоит покупать. Умоляю тебя, дружище. Я не обижусь на твой дизлайк. Ставь на здоровье. Мне это ничего не стоит. Ну, напиши, ради каких игр нужен Xbox. Мне нравится, например, Halo. Я играл первый, второй, но на компе я играл. Блять, ну, ты реально ради одной игры купишь Halo? Нет, ты Xbox вместо. Да, ты понял, Xbox, да, оговорился. Я к чему и говорю. Есть Halo, есть Gears of War, но они все на компе есть. Первый, второй Halo, первый, второй Gears of War есть на компе. Вот я этого не понимаю, серьезно. Зачем Xbox вообще существует? Все, новый Gears of War выходит на компе. Halo 5 не то, чтобы прям свет в мои глаза попали, райское наслаждение. Боже мой, Halo 5, чувак, успокойся, есть игры и получишь. Я че и говорю, это не та игра. Ребят, вы понимаете? Forza пролетает. Forza, господи, да она убогая. Когда Xbox показывали, там показывали то, что это ром. Чувак, в Forza, кроме графики, больше ничего нет. Подожди, что было у нас эксклюзивы на Xbox? Подожди, там было дофига их. Было ром, он вышел на ПК. Не ром, а райз, райз. Райз, сука, да. Son of the Rom. Да, вышел на ПК. Ларку показывали, Gears of War показывали, Quantum Break показывали. Все, абсолютно. Halo показывали, потом Halo Master Chief Collection. Да. Sunset Overdrive, но это вообще позор. Это, блядь, просто бледная, вонючая копия Infamous. Ну, да. Какой бы длесней Infamous не был, но, боже мой. Sunset Overdrive, но это реально просто вонючий плагиат, на который не хватило денег. Это мультяшный Infamous. Еще раз говорю, среди слэшеров есть только один жанр. Это... Жанр игры. И жанр. Господи, доебался на мне. God of War. Это God of War и этот... Боже мой. Лучше я на тебя доебущий, чем в школьнике. Как он... Как он там называется, я забыл. Devil May Cry, по-моему. Devil May Cry. Ну, так это же не Сонька. Ну, да, это мультиплатформа, но все равно из слэшеров. Я понимаю, откуда столько дизлайков. У всех практически был Xbox 360. Но я про него так-то ничего плохого не сказал, между прочим. Я просто сказал, что в тот момент был PS3, и мне поебать, какой ваш был Xbox охуенный. Ладно, я... Я бы не поиграл бы в Last of Us, зато у меня был бы их охуенный Xbox, да? Я сейчас ставлю плюсик людям, которые ставили дизлайк, потому что, скажу честно, чуваки, я, когда выбирал себе на заработанные бабки, что купить Xbox, или PS3... Я тоже хотел Xbox взять. Я тоже хотел взять Xbox. Нет, а у меня была ситуация прямо противоположная. Давай. И я взял себе PS3, потому что я смотрел и ролики на YouTube, и узнавал у знакомых. Но я в итоге где-нибудь спрашивал, все говорили, бери Xbox, потому что он прошивается. Чувак, абсолютно такая же ситуация была. Я был на радиорынке, и продавец, я спросил, что лучше взять, PS3 или Xbox. У всех моих друзей был Xbox. И он говорит, типа, чувак, слушай, если у тебя с деньгами не совсем уж пизда, возьми лучше плойку, не пожалеешь. Нет, на самом деле, вот если честно, знаешь, зачем я купил Xbox? Как ты думаешь, зачем это? Я всем сказал, что я его купил ради Лары Крофт. На самом деле, я купил его, чтобы получить пожизненную лицензию на издевательство. Потому что если он у тебя есть, ты его хуесосишь, значит, ты имеешь право на голову. Да, вот именно поэтому я это и сделал. Я не жалею, что я за него тогда отдал 7000 гривен. Ты понимаешь, что причина купить Xbox из ларки, которая имеет временную эксклюзивность, и она на компе у меня, когда ты лучший. Здравствуйте, ребят, я не настолько люблю, конечно, Лару Крофт, я тогда немножко напиздел. Вот, на самом деле, я сделал это именно для того, чтобы просто хуесосить Xbox, и за это, чтобы мне никто ничего не мог... Понимаешь, у них от этого бомбит еще больше, когда хуесосит тот, у кого он есть. Теперь, когда все выходит на ПК, ну, опять же, сука, тупые мрази, это не ваш ПК за тридцатку. Нужен хороший ПК, Quantum Break, рекомендованный 980 Ti. Да, Сережа прав. Забудьте, сука, либо выплатите Xbox за 25 тысяч. Да, 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 блин. И играйте в эксклюзивчики, которые есть на ПК. Те пекарчата, которые сейчас сидят и такие, да, Xbox хуйня, мой комп луч. Нет, рази. Твой, сука, Ком, хуйня еще больше, чем Xbox. 150 косарей, чтобы Quantum Break у тебя шел на комфортных 60 FPS. Вот сейчас берете, гуглите рекомендованные требования для Quantum Break и сосете хуй. Дешевле Xbox купить с Quantum Break, чем Ком. Да, ненормально в него поиграете. Понимаете, в чем разница? И Лара Крофт, я уверен, у вас не идет хорошо. Да, ни у кого не идет. Она ни у кого нормально не идет. А, подождите, ее для начала надо купить в Стиме за 2 тысячи. Забудьте, вы его в глаза не видели, Ларко. 2 тысячи, пиздец, в консольном она стоит 3 500. Нет, Касарь, Касарь, Ларко стоит, но не в этом дело. Касарь, а, ну да, напиздел. Нет, кстати, в моем регионе, в моем регионе, она стоит 2 тысячи, а в Стиме регион поменять нельзя. Чуваки, вы очень сильно обосрете своими убеждениями, когда реально сейчас, через годик, уже выйдут игры, которые ваш комп тупо не запустит. Ну, в этом году полегче будет, в этом году Ассасин не выходит, ничего особо громкого нет. Да, но в следующем, вот реально, вот хуй с ним в 2016, в 2017 году вы поймете, что все, комп он соснул. В основном, как правило, Ассасин обсыкает компьютеры. Да, Ассасин хорошо обсыкает и Ведьмак тоже, кстати. Понимаешь, вот выйдут игры, они будут защищены защитой против взлома, вы уже не купите игру, не скачаете их с торрента, они будут все крутые, нужны будут мощные компы, и тогда вы реально подумаете, может мне лучше консольку взять так-то? Да, и потом вы, сука, вспомните, потом вы заходите на мой канал и снимаете все дизлайки, иначе найду и выебу вашего кота, вместе с Сережей. Так что в жопу. А Сережа пойдет к вашей мамке. В смысле, она у меня. Все, все мамки, те, кто мне ставит дизлайки? У меня все. Чувак, ты до конца жизни ебаться будешь. Так, я и не жалуюсь. Тебе еще внуком останется. Блин, круто, прикинь, вот если ебать каждую мамку того, кто дизлайк ставил. Тебе хуй отсохнет, чувак. Вот, всем спасибо и до скорого, ребят. Пидарас, блядь, я же еще не закончил. Я попрощался. Ладно. Ладно, пока.